Террамобил, Нефтекамск, Янаульская, 1А, телефон 2-36-88. Работают не за страх, а за совесть. Причем без страховок и касок. Из инженерного состава, контролирующих столь серьезный ремонт, два молодых человека. Они что-то измеряют линейкой под мостом. Видимо, для верности подсчетов. Измерили и тут же исчезли. Контролировать рабочий процесс остался лишь один из председателей садоводческих товариществ. Он один из немногих, имеет некоторое представление, как должен идти сложный процесс, сам работал строителем. Толку-то вот то, что без сетки, если его положить, это лопнет все равно. На днях рабочие столь заказчика собрались уже асфальтировать мост. Но Иван Федорович им запретил. Это только утяжелит нагрузку на опору. Огородники же хотят добиться, чтобы сначала сняли бетонные плиты и уложили новую сетку. А потом уже принялись асфальтировать. Укреплять как-то, видите? Если она пошла уже, она и будет бить. Возможно, и трещину даст, и вообще упадет. Сантехники из водоканала, аварийный изрем жилстроя, строители из Нефтекамск, строй заказчика. Все, как один, видимо, знают, как профессионально ремонтировать аварийные мосты, чтобы он не рухнул, простите, после их рукоблудства. Никаких изыскательных работ, экспертиз, что говорить уже про изучение грунта или элементарные очистки русла перед началом работ. Пустоты между плитами на опорах засыпали щебенкой, чтобы сверху было не видно. И порядок. Правда, садоводы бдят, хотя они и не специалисты из мостостроя. Вы, как строитель из этой профессии, должны понимать, что мостами должны заниматься мостостроями. Согласен с вами, согласен. Но такого у нас нет, и повешенные мостострои не могут. Просят, где какая организация может выбить средства людей на ремонт этого моста. Нам самое главное, чтобы был мост в рабочем состоянии. А это будет, думаю, будет. Султанов пообещал. Также Султанов пообещал и дорогу до моста отремонтировать. Пока на этом этапе все рады тому, что здесь происходит. Во время ремонта пешеходы весело снуют туда-сюда. Ездят здесь и на скутерах. А после восьми проезд, говорят, и вовсе полностью открыт до утра. Никто не думает о том, что аварийные конструкции после вмешательства в сантехников могут просто рухнуть. Лили Гайфулина, Денис Кузнецов. Время новостей.